Здравствуйте, меня зовут Даша, и сегодня мы вместе с Яной, физиологом и специалистом по органической косметике, поговорим о косметической марке Аржитал. Это итальянская фирма, которая уже более 40 лет на рынке, она очень известна. И, Яна, расскажи, пожалуйста, о философии этой фирмы. Да, пожалуй, Аржитал отличается своей невероятной совершенно аутентичностью и какой-то самобытностью, которую я очень ценю. Дело в том, что основатель этой компании Джозеппе Феррара, мой коллега, биолог, совершенно уникальный человек, который поставил во главу своего дела, своей жизни, бизнеса, можно по-разному назвать, он поставил совершенно глубочайшую философию. И вот из этого корня растет отношение ко всему, да, то есть выбор ингредиентов, какие самые безопасные, самые лучшие, самые натуральные, выращенные с любовью, да, формулы подбираются очень грамотно. И вот это чувствуется, это ощущается в каждом продукте, поэтому совершенно уникальная линия, прекрасные средства, которые отражают вот это, наверное, очень просто душевное отношение, которое там имеет место быть. Ну вот это вот, насколько я понимаю, десятая часть того, что производит компания Аржитал, действительно очень-очень много средств буквально для всего, для дома, для тела, для лица, зубные пасты, в общем, все, что угодно, все, что может понадобиться в жизни. И свое становление марка Аржитал начала с зеленой глины. В общем-то, Яна, наверное, подробнее об этом расскажет, просто есть продукт, который на ванных полочках уже, наверное, не одно десятилетие, очень у многих женщин, у многих пользователей. Яна, расскажи, почему, чем хороша вот именно так эта зеленая маска? Ну, эта маска действительно воплощает в себе, наверное, основную, основную идею, основную концепцию компании Аржитал, да, то есть там их любимый ингредиент, секретный, тайный. Ну, в общем-то, это сицилийская зеленая глина, очень полезная и для кожи, и для капилляров, и для волос, ну, такое, естественно, многофункциональное средство. Но также сюда внесены не менее любимые ими компоненты, такие как эфирные масла, экстракты, масло бурачника очень ценно, да, или еще называют масло барага, которое прекрасно восстанавливает кожу, является антилергеном. И идея, в общем-то, этого продукта в том, что, ну, здесь где-то 450, наверное, грамм, да, то есть, ну, такая довольно большая упаковка. Да, ее очень надолго хватает. Да, но дело даже не в том, что надолго, а в том, что вот стоит в ванной одна такая, значит, туба, аржил-туба, но пользоваться можно ей всем членам семьи, начиная от, например, маленьких детей в случае нейродермитов и заканчивая там пожилыми людьми, у которых какие-то там варикозные явления на коже ног. То есть тут спектр действия невероятно широкий, это очень удобно, и она работает всегда. А первое, в силу того, что состав вроде не такой большой, но подобран просто с ювелирной точностью, безупречно. Ну, основной компонент это все-таки зеленая глина, основные просто вспомогающие вещества. Да, которые звучат в прекрасной симфонии. И я думаю, что эта популярность, она будет только расти, потому что средство великолепное. В общем-то, и мной, и тобой испробованы, очень-очень отличная маска. Ну, как я уже упоминала, компания Аржитал выпускает десятки различных продуктов, но сегодня мы затронем только малую толику, потому что если рассказывать обо всем, то это займет точно несколько часов. Хочем поподробнее поговорить о зубных пастах. Естественно, представлены и мятные, и какие-то совершенно такие необычные продукты. Вот как раз, да, травяные, и как раз на них мы бы хотели заострить внимание. Ян, вот чем меня привлекла именно вот эта паста? Тем, что она отбеливающая, но она черная, совершенно черная, в ее составе есть уголь. Скажи, как это может сочетаться, вообще как это работает? Это отбеливающая паста, но черного цвета. Даже сейчас я открою и покажу, как она выглядит. Ну, на самом деле, сочетание, может быть, необычное с точки зрения колористики, с точки зрения компонентов, очень даже логичное. Ну, дело в том, что здесь в составе два великолепнейших ингредиента. Ну, черный цвет обеспечивается добавлением угля, но даже не черная, наверное, такая темно-темно-серая цвета. Да, свинцовый серый. Да, очень интересно. Вот, соответственно, древесный уголь, он прекрасно сорбирует, он очень-очень мягко полирует. Ну, и как мы все знаем, все пользовались активированным углем, это еще и хороший такой борец со всякими нехорошими нарушениями микрофлоры. Вот, но все-таки я бы сказала, что если мы говорим про эффекты этой пасты, во многом они, конечно, обеспечиваются другим компонентом, а в частности добавлением такого прекрасного продукта, как прополис. Дело в том, что на сегодняшний день к прополису вообще пересматривается постоянное отношение, раскрываются все новые и новые его свойства. Самое главное, это, конечно же, антибактериальные противовирусные свойства, причем широкого спектра действия. Одновременно с этим раны заживляющие, укрепление десен. Ну, там вплоть до каких-то совершенно уникальнейших свойств, в прополисе 300 компонентов, что, в общем-то, обеспечивает эффект во многом. Также здесь есть эфирные масла, ну, и для запаха, и для действия. Так что прекрасная комбинация, необычный цвет, но эффект еще более, возможно, удивит. Да, потому что таких паст я на рынке не видела, кроме как у компании «Ржетал». Есть еще очень интересная паста, в составе написано, что она гомеопатически совместима. Как вот это понимать, что за гомеопатически совместимая паста, для чего она нужна и кому ее применять? Ну, когда мы говорим про подобные продукты, да, возможно, от нас немножко ускользает вообще смысл их наличия на рынке. Но любой человек, который принимает гомеопатические препараты, ну, с той или иной целью, да, вообще-то он с этой проблемой столкнется. С проблемой того, что врач-гомеопат до начала лечения сразу оговаривает, что в частности использование каких-либо средств, будь то жвачка, леденцы или зубная паста с мятой, исключено, потому что может повлиять на результат лечения. Ну, вот такая наука гомеопатии. Тут уж никуда не пойдешь. И так как, ну, Аржитал в том числе и не только, но очень многие компании, производящие органическую продукцию, конечно же, им близки натуропатические способы лечения, поэтому они вот такой продукт на рынок и ввели. То есть, о чем здесь идет речь? Мяты в составе нет ни в каком виде, используются другие эфирные масла, в частности, анис. Кстати, запах и вкус очень даже интересно и вкусно. И, кроме того, здесь еще есть другие компоненты, которые ухаживающие, они все, ну, в основном, это травы. То есть, она эффективна, она ухаживает за ротовой полостью и при этом... То есть, это не рекламный ход, это действительно очень важно, чтобы паста для тех, кто применяет гомеопатические препараты, была без мяты, без каких-либо... Да, потому что это длительная экспозиция, это то, чем человек пользуется каждый день. И надо помнить о том, что у нас вообще-то ротовая полость, особенно там подъязычная зона, очень там близко, жадко, капилляры, все это впитывается, попадает, поэтому это важно. И вот еще одна паста, на которую тоже нельзя не обратить внимание, хотя их не так уж и много, но, в общем-то, каждая из них по-своему уникальна. Это паста ароматная, с корицей и с лимоном, то есть тоже нет в составе мяты, насколько я понимаю. А я, честно говоря, подумала впервые, когда увидела эту пасту, то, что пряности заменили мяту. Так ли это или нет? То есть, насколько пряности действуют таким освежающим образом? Могут ли они освежать? Да, могут ли они освежать. Ну, если честно, эта паста моя большая любимица, может, потому что я люблю эфирные масла или пряности радости. Могу сказать одно. Эфирных масел здесь ни много, ни мало, целых 7 штук разных. И если вот изучать их не с точки зрения, там, приятный запах, неприятный, а именно с точки зрения действия, могу сказать так. Здесь есть всё для нормализации микрофлоры ротовой полости, а это первый шаг на самом-то деле. Если мы говорим о профилактике любых воспалительных процессов, кариеса и прочего, начинается всё со здоровой микрофлоры. Во-вторых, здесь есть уже, собственно говоря, прекрасные природные фито-антибиотики широкого спектра действий, но очень деликатные. Здесь есть всё то, что освежает дыхание. Поэтому, сравнивая мятные пасты и пряные, я могу сказать так, что и по опыту собственному, и по отзывам моих знакомых и друзей, это очень такой интересный подход, потому что пряности за счёт того, что они устраняют причину неприятного запаха, на самом-то деле гораздо дольше сохраняют приятный запах изо рта. Поэтому тут огненное-огненное дыхание немножко, но оно будет обязательно свежее. Это, кстати, очень приятно и вкусно, это бояться не надо. То есть ты уже используешь вторую упаковку, третью, ты говорила? Да, идёт хорошо. Ну, в общем-то, для любителей классических зубных паст, те, кто любит мятный вкус, тоже есть своя продукция. То есть если что, не нужно себя отказывать в мятном вкусе. Честно говоря, мне ещё показалось, что паста – это просто сочетание глины и эфирных масел. Практически так и есть. На самом деле это очень здорово, потому что мы говорим о минимально активном составе, который при вот таком перечне даёт вот такой эффект. Ну, это вот та эквилибристика с ингредиентами, который Рожитал владеет. Прекрасно. В общем, как потребитель я просто обязана спросить, почему эта паста стоит не так, как остальные. То есть она стоит где-то раз в 5-6 дороже. Ну, это, если мы говорим про масс-маркет, в действительности, это только по сравнению с масс-маркетом. Цена, меня она абсолютно не удивляет. Как девушка, которая много и часто использует эфирные масла, я отлично знаю стоимость качественных эфирных масел. То есть надо понимать, что там на миллилитр идут сотни килограмм, да, то есть сырья. Да, это очень высокая концентрация. Поэтому здесь, прочитав состав, какая-то простая арифметика, всё совершенно понятно. Но, опять же, если говорить про практику, а не про теорию, они очень экономичные. И при этом, ну, опять же, эффект длительный. Поэтому здесь, ну, я бы даже сказала, что если мы сравниваем с какой-то классической пастой, то есть эта разница в цене, она будет... В общем, небо и земля, да? Ну, она просто в итоге будет незаметна, потому что это другой эффект, более продолжительный, другое количество. Да, поэтому вполне логично. Но я заметила, что эфирные масла ещё очень-очень популярны сейчас на рынке. И компания Arjetal предлагает действительно много эфирных масел. То есть это ещё не всё, что есть в ассортименте. Я не могу не обратить внимание вот на это масло, масло на йоле. Что за растение такое, для чего это нужно, да, и вообще зачем нужны эфирные масла? Что за странное слово? Ну, да, на йоле, его, в общем-то, ещё по-разному коверку, и коверку 300 раз переназывали. Суть в чём, масло чайного дерева, очень популярное, раскрученное, все знают, что оно помогает при проблемной коже, что это противовирусное, антибактериальное. Так вот, на йоле, ну, примерно как чайное дерево умножить на полтора-два. По эффективности... То есть это не то же самое, да? Ну, не совсем, да, возможно, их эффект во многом схож, но мне кажется, что в некоторых ситуациях на йоле будет даже эффективнее, если мы говорим про какое-то биологическое действие. Такое эфирное масло, да, оно может использоваться с какой целью? Если есть какие-то воспалительные элементы в любом возрасте, любого генеза, то есть будь то интоксикация организма, стресса, гормональные изменения, либо просто изначально, да, жирная кожа, вот точечно, ну, в сочетании с жирным маслом, либо с кремом, можно наносить. Также при любых поражениях кожи, ну, вообще-то считается, что даже если там какие-то есть герпетические явления, то тоже помогает. В любом случае это поднимает место иммунитета, это очень важно. Если не ошибаюсь, то ожидала, по-моему, даже детергент, это очень нежное, мягкое мыло, для интимной зоны тоже содержит это эфирное масло. И неспроста, потому что там, ну, как бы, правильный баланс тоже очень важен всех этих веществ. А использовать нужно в чистом виде или всё-таки разбавлять, потому что это же очень концентрированная продукция? Концентрированная. Ну, да, то есть должна быть какая-то несущая основа. Чаще всего это базовое масло, ну, жирное так называемое, но то, что мы привыкли называть маслом. Вот. И в таком, в разных пропорциях, да, можно это всё дело использовать. Если это лампа для ароматизации помещений, для ингаляции, там может быть просто водичка. Ну, в основном те, кто знакомится с эфирными маслами, они сразу получают в море информацию, потому что тема очень популярная и неспроста. Если мы сейчас поподробнее просто об этом тоже поговорим, но сначала хотелось бы узнать про масло примула. Для чего оно нужно? Потому что оно используется очень много где, и, насколько я помню, его применяют всё-таки внутрь. Внутрь, да. Ну, ты, на самом деле, подчеркнула тот момент, который меня изначально вообще немножко в шок привёл. Да, дело в том, что много раз встречала эта распространённая практика, особенно в Европе и в Америке, масло вечерней примулы. У него есть синонимы, там, бурачника, барага. Довольно известное средство для борьбы с аллергиями, кожного генеза и также для поддержки женской репродуктивной системы. Здесь неожиданная форма, да, то есть это именно эфир, очень сложно найти. Кстати, забавно, у него нет запаха практически, да, но практически не пахнет. Действие какое? Действие очень важное. Про масло вечерней примулы мы совершенно знаем точно две вещи. Первая из них понравится дамам за 30, потому что это великолепный лифтинг и глубокое восстановление кожи. Второе действие понравится тем, кто иногда сталкивается с нейродельмитами, аллергиями, опрелостями и прочим, потому что это прекрасное антиаллергенное средство растительного происхождения. Опять же, не в чистом виде нужно использовать. Ну, вечерняя примула достаточно деликатна, то есть, возможно, если какие-то процессы, требующие концентрации, его можно. Но классический вариант – это разведение. А если говорить в целом об эфирных маслах, как они применяются? То есть, это многофункциональный продукт, и в каких сферах можно его использовать? Я бы выяснил вопрос иначе. В каких сферах они бесполезны? Нет, на полном серьезе, потому что все, что мы хотим сделать со своим настроением, организмом и внешностью, мы в действительности можем сделать, имея у себя дома наборчик из 4-5 эфирных масел и одной упаковочки двух жирных масел. На полном серьезе. Поэтому как бы все, то есть, если мы говорим про кожу любого типа, есть масла, которые будут помогать устранять застойные явления, отечность, снижать жирность кожи, нормализовать деятельность сальных желез, эфирные масла, которые лифтинговые, эфирные масла, которые улучшают цвет лица. Ну, здесь море. То есть, я опять же повторюсь, что любому, с любым запросом, ответ обязательно найдется. И он будет эффективный, что важно. То есть, это может быть полноценным уходом за кожей лица, тела? Ну, я бы сказала так, что это просто... Дополнение к уходу, да? Да даже не обязательно дополнение. Можно, если у человека есть желание творить, это может быть такая своеобразная эфирная кухня, как я это называю. Кухня, потому что это когда вот ты там сам, вот там с этого флакончика, я там себе три капельки с этого флакончика, два, читать, узнавать. Ну, это то, чем на самом деле живет Аджитал. Вот это история, да? Познание природы, познание всех этих закономерностей. Параллельно можно биологию подучить, медицину, к слову. То есть, и как моно, вполне себе. Я уж молчу о том, что не только у компании Аджитал, но и у огромного другого, большого числа других компаний, вообще-то во многом эффективных средств связано с добавлением эфирных масел. И не так важно, как какие-то компании. Что мне нравится у компании Аджитал, это какой-то простой дизайн упаковки. Все-таки самое главное здесь, это то, что в тюбике. Независимо от того, паста это, крем и так далее. То есть, даже я порой не сразу отличу, допустим, зубную пасту от крема с розой. Вот это, к чему я обратила на него внимание. Потому что очень многие фирмы используют в составе масла розы, чем так уникален именно этот крем? Потому что я спрашиваю неспроста, из-за того, что у этого крема очень-очень много поклонников. Наверное, не зря. И неспроста. Неспроста. Ну, в общем, роза, конечно, отчасти избитый ингредиент. И очень, конечно, много производится косметики, в частности, да, это болгарская продукция, которая возвела розу в свои главные фавориты. Вот и к стекут, да. Ну, это совершенно обоснованно. И очень-очень правильно. Но здесь немножко другая история. Точнее, совсем другая. Да, потому что здесь и роза используется необычная, столистная в прекрасной пропорции. Более того, она произведена по так называемым методам биодинамического земледелия. Об этом мы говорим, о её экологической чистоте и других ещё интересных нюансах. Здесь есть также разные экстракты трав. Прекрасное масло в черном примула, о котором мы уже говорили. Но здесь уже в формате жирного масла. Чем этот крем уникален? И почему он так популярен? Наверное, в силу того, что очень часто, когда мы рассуждаем о биологических свойствах такого растения, как роза, мы рисуем себе в голове прекрасную картину дамы за 30 или даже за 40. Потому что, да, это обычно антивозрастная история. Это не совсем так. То есть, не принижая её лифтинговых, ну, может быть, не столько лифтинговых, сколько регенерирующих свойств, мне очень жаль, что часто упускают из виду главную особенность этого компонента. Это великолепное, балансирующее средство. То есть, средство номер один для тех девушек, женщин и дам, у которых смешанная кожа. И что важно, какую бы мы ни взяли возрастную категорию 20, 30, 40 и старше, вот этот вот типаж смешанная кожа, он может как бы идти, к сожалению, рука об руку с представительницей прекрасного пола. В тюрьме, да? Ну, практически, да. И что важно, то есть, получается, что те самые вот эти вот сухие зоны, постепенно они не только сухими становятся, но ещё и появляются, да, там вот те самые первые признаки преждевременного старения. Но, когда человек пытается подобрать себе средство, он сталкивается с тем, что тут маловато, тут многовато, в целом тут блестит, тут не хватило, но история довольно грустная. И по опыту наших потребителей по-личному могу сказать, что это работает с первого раза. Это очень видно, великолепно, что девушка с любым типом кожи этот крем кожи прекрасна. Я молчу уж о том прекрасном запахе, который он имеет. Да, пахнет именно рожью. Это приятно. А вот ещё крем, опять, то самое загадочное слово наёле, в общем-то, происхождение которого мы уже выяснили. Крем с наёле. Написано, что он и для тела, и для лица. И совершенно не зря, и очень даже радостно, что наконец-то такое средство появилось, такое средство есть. Почему и зачем? Если не ошибаюсь, он обозначен этот крем как освежающий или очищающий? Да, защитный крем для жирной кожи, склонный к воспалениям, акне и высыпаниям. Очищает, освежает? Ну, здесь речь идёт о том, что чаще всего те люди, ну, обычно они, конечно, молодые, но это проблема, может быть, опять же, самого разного возраста. Это просто нарушение, да, может быть, гормональное происхождение деятельности сальных желёздок. очень часто проблема не только на лице, но вообще-то и на спине. А у кого-то не только на спине, но ещё и на плечах. Да на груди бывает. И на груди. История, в общем-то, похожая, да, потому что нам необходимо сделать, во-первых, внести на поверхность кожи компонент, который воспрепятствует вот этому вот бактериальному заражению, потому что очень часто повреждение кожи, воспалительный процесс, туда быстренько подселяется какая-то гадость, и мы имеем вот эти все там, ну, месяцами, и мы пытаемся перечислить. И жутко это всё на одном участке появилось, человек там не сдержался, себя почесал, это всё ещё рядом. Ну, в общем, история требующая санитарных мер. Вот санитарные меры это на Йоле, о котором мы с тобой уже говорили, это великолепное средство. Все прочие компоненты, которые в данном случае обладают успокаивающим действием, например, лаванда, освежающим и противовирусным, таким же, как, ну, например, эвкалипт, герань, розмарин противотечный. То есть, что делает это средство? Что делает этот крем? Устраняет застойное явление разного происхождения, убирает воспалительные процессы, кожа зачищает буквально, очищает, да, и при этом ухаживает, увлажняет и прекрасно матирует. Вот матирующие свойства у этого средства великолепные. То есть, его можно использовать как ухаживающий крем, просто на каждый день, если у вас проблемная кожа. Единственное, что очень хотела сказать, такой момент довольно важный. К слову, про матирующий эффект. В целом, ну, потребители, да, они, скорее всего, отметят то, что текстура у средств отжидал, за редким исключением, на первое вот ощущение, первый эффект, он такой плотный, густой. Но это обманчиво. Это делается с целью того, чтобы избежать использования каких-то консервантов. Да, то есть, если даже не ошибаюсь, у них на многих упаковках, да, вот такой вот слоган, да, натуральная косметика, сенса консервантии, без консервантов. И это очень здорово, потому что проходит минута, и вот после первого плотного ощущения приходит ощущение легкости и комфорта, то есть, просто чуть-чуть подождать. То есть, не надо этого пугаться, это хорошо, это прекрасный признак, и все проходит. А вот есть еще крем такой, наверное, очень многие девушки его знают, скорее всего, именно вот этот крем, крем-дренаж. Да, он очень популярный. Это история литинговая или какая все-таки? Или есть какое-то другое другое другое? все вместе. Все вместе, это, наверное, я тоже подержу в руках. Подержи. Тоже мой любимчик с прекрасным запахом эфирным, эфирное масло и ланг-ланг. Кстати, афродизиак, для тех, кто может быть заинтересован в таких побочных эффектах. Не только, а целлюлиты избавляет, но и... Да, я бы даже сказала, что средство подойдет и в любом возрасте, и вот просто человек недоволен той или иной части своего тела. Вот, пожалуйста. А действия какие у них? Действия здесь самые разные. Да, значит, ну, первый момент, он, конечно же, касается устранения застойных явлений. Ну, по сути, ну, это и лимфодренаж, и усиление вот лимфотока, да, как-то немножечко дать, наконец-то, туда, всем процессом прийти и ускорить местный обмен веществ. Комплекс и трав, и эфирных масел, ну, на мой взгляд, просто снахшибательный. Экстракт листьев березы, таволга, великолепное растение, которое умеет делать такое очень важное действие, укреплять капилляры и сосуды. Это первый шаг, если мы говорим про пролонгированный эффект от антицеллюлитных средств. Если этого нет, ну, это на неделю, да, потому что это нарушение трофики, в первую очередь, ткани, ну, целлюлит, я имею в виду. А чтобы трофика была нормальной, должны быть нормальные системы снабжения, значит, здоровые капилляры и сосуды. Поэтому это очень важно. То есть, в том числе, крем может бороться и с такими проявлениями, как сосудистая сеточка какая-то... Ну, я бы не сказала, что это его такое основное действие, но как профилактика однозначно, как улучшение состояния обязательно. Вот. Но всё-таки, наверное, самое главное, и за счёт эфирных масел, и за счёт трав, это, конечно же, прекрасная, подтянутая кожа. И я хочу отметить, это с первого применения. Видно, чувствуется, это очень приятное ощущение. Неспроста крем бьёт все возможные... Просто настоящий хит, да, очень популярный. Мне он тоже очень нравится. И что здорово, средство очень экономичное. Ну, и про запах я уже сказала. Так что вот воплощение, наверное, вот этого вот подхода аржиталовского, когда ингредиенты, которые и на вкус, и цвет получают оценку 5, комбинируются на 5, и получается эффект тоже на отлично. Ну, и как я уже упоминала, ассортимент марки огромен, поэтому мы не можем чисто физически рассказать обо всех средствах компании Аржитал, но опытные консультанты обязательно расскажут вам о тех средствах, которые вам подойдут, и тех средствах, которые действительно необходимы вашей коже. Ян, и чтобы не быть голословной, я попрошу тебя рассказать о сертификатах качества, которые действительно гарантируют безопасность этой продукции. Да, ну, наверное, мы говорим о тех процессах, которые можно обозначить как получение органического сертификата, да, то есть там разные компании мирового уровня, которые занимаются проверкой. Не посыпали лишь чем-нибудь почву, не полили. Косметика, которая именует себя органическое, органическое. Аржитал. Линию держит безупречную, партийную. Уже 40 лет, кстати. Да, уже 40 лет. И я скажу, почему. Вот если ты заметишь, на каждом тюбике, на каждой баночке есть вот эти вот те самые значочки. Итальянская лечея, немецкая сертифицирующая организация. И забавно, что на большинстве их целых два. Так что тут не то, что проверено, а проверено раз, проверено два, и ещё кое-где даже проверено... Проверены те, кто проверял. Ну, я сказала бы, что проверено теми, кто больше в вопросах биоэнергетики, больше не про физику, а про лирику. Так что тут не то, что не к чему придраться, а нужно просто равняться на такой уровень и такой подход. И в этом плане я думаю, что и 40 лет, и ещё 40 эта компания будет обязательно творить и баловать нас прекрасными средствами. Яна, спасибо большое за очень интересную информацию о компании Argetal, и мы надеемся, эта информация окажется вам очень полезной. Продолжение следует...